Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и это продолжение игры Спанч Боб. Эээ, Губка Боб, Губка Боб, квадратные штаны Демуви, да, Спанч Боб, Губка Боб, неважно. Нам нужно отдать стетоскоп вот этому хмурому дядечке, давай так и поступим. Чего? У меня же зада... А, нет, 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 стоп, 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 не то, не то. Мне нужно пароль, мне нужно пароль ему сказать, вспомнил. Отведи меня к лидеру, я знаю пароль и одет соответственно. Да, как французский пейзик, именно так, именно так и надо. Давай. Потрясающий пароль. Я, в принципе, мог и так догадаться, наверное. Окей, спасибо, все, наконец-то нас сюда пускают. Сейчас мы будем общаться с этим Октавио, кто бы это ни был. Зачем нам это надо, дружок ты мой губчатый? Вот объясни мне это, пожалуйста. Сдался мне этот мудак. Всю жизнь мечтал. Слышь, нас Кридворда смахивает, по-моему. Это да. Октавио должен защищать себя. Бегал сильнее, чаще, чем во время марафона какого-то, чтобы к тебе попасть. И из тех, кто может предать Октавио, не так ли? Почему ты говоришь Октавио таким идиотским голосом? Октавио верит тебе. Он меня уже раздражает, диалог только начался. Расскажи о себе, не надо, я не хочу ничего тебе. Ну ладно, пусть расскажет. Расскажи, расскажи, как живется Ёршику для унитаза в этом мире. Похож реально на Ёршику. А чё за валью, подожди? А, я понял, это краб. Это будет непросто выдержать, честно говоря. Мне нравится... Так, Спанч Боб принёс прошение. Вот, давай вот это ему скажем. Спанч Боб принёс прошение доктора Луи о заключении мира. Он готов предложить вам свои услуги. Сейчас он не может даже покинуть свою приёмную. Боится Мариуса. Хе-хе-хе, есть чего бояться. Значит, доктор Луи согласился лечить беспозвоночных. Обязательно, да. Он передал вам этот стетоскоп в знак своих мирных намерений. Только как он будет вас лечить, если он отдал вам стетоскоп? Мне очень интересно. Доктор Луи предложил своему противнику Октавио стетоскоп? А ты чё, докторшу хотел или что? Это замечательно. А, это замечательно. Всё, я понял. Это как воин, который отдал... Так у него ещё есть, чувак. Чё ты паришься? Октавио недооценивал доктора Луи. Мне срочно надо с ним поговорить. Да, да, чтоб он тебя коновал, уморил там на столе своём докторстве. Да ничем бы не обернулось. Вы б стояли бы там возле доктора. Доктор бы не выходил. И так было бы вечность. Да, я всё понял. Какой смысл этого всего? Я вот просто забыл. Он наверняка есть, но я реально забыл, зачем нам это нужно, помогать этим идиотам. Из-за того, что добрые дела наказуемы, Спанч Боба и Патрика догоняет наёмный убийца. Добрые дела наказуемы. Мораль, детишки, да? Мораль. Вот-вот раздавит их своим ботинком. Но тут... Как он ходит-то мне интересно. ...давит самого Денниса. О боже. А наши герои попадают в загляд и в полыня. Таинственный спаситель оказывается страшным гигантским циклопом. То есть я этого Денниса даже не увидел, ни иначе как на картинке он уже сдох. Обалдеть. Жалко. Ну да, у Патрика вон Валдыль на лапе помыло. Или это его палец, я понять могу. Но неприятности в любом случае. Город... Ой, город, блин. Видок у него... Город, читаю, да, я говорю. Видок у него такой сосредоточенный у Патрика. Как будто бы у него явно что-то болит. Город Ракушек, глава номер 7. Патрик, где мы? В аквариуме? Ага, я понял. Я понял, что произошло. Нам надо... О, циклоп! Циклоп, это, я так понимаю, ученый, который изучает подводную флору фауну, да? Вот он, вот он циклоп какой. Мужик в акваланге, я понял. Циклоп. А вот было бы забавно, если бы он снял акваланг, и оказалось, что он циклоп. То есть по-настоящему, то что он одноглазый. Он был бы очень весь... Да чего вам шевелиться? Загорайте, расслабляйтесь. Дай бог себя спасти в таких обстоятельствах, фантазерты. Вот. Молодец, Спанчбоб. Разумно глаголишь. А что про вас говорят? То, что мы с тобой красавцы? Нет. То, что мы с тобой просто дети. Ребят, вы не просто дети. В случае с Патриком, вы великовозрастные дети, мне кажется. Мы даже близко не подошли к короне. Мы всех подвели. Мы... А может, корона где-то здесь, кстати, сейчас окажется? Было бы забавно. Да, мы так и не добрались до города ракушек. Город ракушек. Да, старина. Мы так и не добрались. Это где-то он надпись читает, наверное, да? Город ракушек. Где-то этот город ракушек лежит. Патрик, хватит меня сюда. Теб показывают. Там табличка. Магазин сувениров города ракушек. Сувенирный магазин города ракушек? Раз мы здесь, то где-то... Бывает же такое. К-к-к-к-к. Корона! А, корона. Крабс, может, мистер Крабс. О, что сейчас было? Ну, был у него оргазм. Корону увидел. То есть я играю за Патрика? Окей, без проблем. Нужна вода, срочно. Так мне торопиться, что ли? Подожди, посмотреть на лампу. Что-то сильно греет. Надо срочно принести спанчбобу воды. Ну, таймера я нигде не вижу. Значит, наверное, просто можно спокойно не парить. Так, спрыгну со стола. Вот, отлично. Смотри, только не разбейся, а то второго идиота лечить. Да не могу дотянуться до аквариума. Надо придумать другой способ принять спанчбоба. Ох, сейчас мне реально думать надо будет. Так, на высушенных морских животных пройти в заднюю часть. Приятель, ты как-то очень стрёмно бегаешь, правда. Давай побыстрее. Взобраться на прилавок. Вот. По-любому. А как он это делать будет? Тут, честно говоря, как-то темновато, я не совсем... А, ну. Да, всё понятно. Он просто взлетел. Посмотреть на корзинку. Она слишком тяжёлая для меня. Я бы не сказал, по-моему, ты как раз, у тебя такой вид, что у тебя только корзинки для завтрака и тягать. Такой жиробасик мой, Патрик. Прыгнуть на кнопку. Давай, прыгнем на кнопку. Потом, наверное, на корзинку для завтрака. Не совсем. Я иду. Хорошо. Я прыгнул на кнопку. Ух ты. Я ушиб животик. Кажется, из корзинки для завтрака всё высыпалось. Слышь, смотри, как бы, чтобы из твоего животика ничего не высыпалось. А то наблюёшь, потом хозяин придёт и циклопом сделает тебя. Надо же столько еды, но воды здесь нет. То есть всё это было зря? Взять лук. Погоди, давай возьмём лук. О, глаза слезятся. Ну, как бы, у меня появилась одна идея. Она немножко идиотская, но, с другой стороны, и вся эта игра, она немножко идиотская, в хорошем смысле этого слова. Поэтому, наверное, сработает. Давай подойти к столу для сушки. Сейчас пойдём. Будем резать лук и плакать, наверное, да? Сейчас это не получится. Сейчас не получится, но получится, когда мы будем рядом со спанчбобом. Я правильно понимаю тебя? Ну, давай проверять эту мою потрясающую теорию. Сейчас ты будешь его слезами своими восстанавливать. Подходим сюда. Либо так. Да, или... Ого, ничего себе. Ничего себе у тебя слёзки, слушай, приятель. Так надо было просто на него нассать тогда. И не нужно было бы лук искать. Вот эта сцена, она меня немножечко пугает, честно. Я не могу спокойно на это смотреть. Конечно, приятель. Ой, извини, я что-то... Мне что-то приспичило. Может быть, я ещё над тобой немножко... Ладно. Чёртим. Вовремя. Из-за слёз... А, лампу закаратил. А, лампу закаратил. А я только хотел пошутить, что дождь запоздал немножечко. Я знал, что плацей быть выгодно. Ну, пошли так пош... Так-так-так-так-так-так-так-так-так. Спрыгнуть со стола. Давай спрыгнем со стола, наверное. Оп-оп. Теперь, чё нам нужно делать дальше? Пройти в переднюю часть магазина. Опять-таки. И надо искать отсюда выход. О! Это корона! Корона. Мы сделали это. И мы её... Как поднимем-то сейчас? Так же, как планктону я когда-то поднял? Ну, давай, взять корону. Чё, он просто её вот так... Да! Он просто её притянул к себе силой взгляд. Это было не трудно. Нет. На самом деле было трудно. Да, всю магию зарасходовал, правда? Я это не имел в виду. Очередной мозгоразрывающий диалог от наших ребят. Пойти к выходу, смотри. Просто пойти к выходу. Может быть, кстати, на этом и всё. О, между прочим. Может, сейчас игра кончится, выйти из магазина. Не, хотелось бы ещё немножечко. Она мне нравится. Итак. Тыдык, 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 тыдык. А где этот циклоп-то? Он не придёт нас немножечко убивать? Патрик, у нас получилось! Получилось? Теперь нам надо придумать... Тебя солнце сейчас светит. Ты сейчас без воды охренеешь. Мы оседлаем Хасельхофа. Оседлаем кого? Хасельхофа! Какого-то финского сутенёра. Или что? Кто это? Хасельхоф. А, спасатель. Ясно. Такой... Вот то, что сейчас происходит, называется... Рояль в кустах, грубо говоря. Решение из ниоткуда. А почему вас вообще не парит, что вы сейчас на свежем воздухе? Вы не в океане находитесь? Я помню, была серия, где Спанчбоб без воды не мог там протянуть... Он у Сэнди был тогда в гостях, он не мог без воды протянуть, по-моему, минут 5-10. Это, наверное, незаконно. А теперь ему вообще в кайф, то есть он по пляжу бегает. Не знаю, что это было, но я начинаю скучать по дому. Но это была скука по дому, посмотреть на пальму. Погоди, войти в магазин... А, подойти к ступенькам, вот ещё куда можно пройти. Спуститься. Погоди, посмотреть. Бочонок пуст. Взять ракушку. О, вот хорошо, что мимо не прошёл, я уже хотел спускаться. Постое напоминает совок. Совок. Мне кажется, совок по форме должен напоминать серп и молот. Ну ладно, раз те ракушка, те видней. Посмотреть на смолу. Ну так, на всякий случай. А вдруг можно каким-то хером вымазать? Да, действительно. Я сразу... Лучше сразу всё проверять. Неизвестно, зачем может пригодиться просмоленная ракушка. Оп. Зачем? Один только вопрос. Эти предметы не подходят. Не подходят, да? Ну ладно, а то мало ли. Я с логикой данной игры всего чего угодно готов ожидать. Правда. Поговорить с охотником за сокровищами. Здорово, приятель. Привет. Что ты тут делаешь? Ищу закопанное за кровися. Ты даже не представляешь, сколько всего люди теряют на плязах. Нет, не представляю. Хотел бы я потерять Патрика на плязах. А то он, как мясок с говном, дополнительный груз. Вообще не помогает, только отстаёт постоянно. И не хочет в писеры заходить. Да, я кое-что заметил недалеко отсюда. Я отметил то место крестчиком. Чё, могилу что ли нашёл? А, да, он же охотник. Мой металлодетектор показывает, что там что-то хромированное. Ищу исключительно золото. Молодец. Молодец. Да, именно золото, приятель. Ты, у тебя вообще губа не дура, я тебе скажу. Я запомню это, и что? Я отдам ему кусок, да хер с два. Я ему не дам золото, слышишь? Если тебе не нужна та хромированная штука. Какая-то хромированная штука. Можно я её заберу? Конечно. Крестиком. Хорошо. Хорошо. Главное, чтобы это реально не было на кладбище. А то там крестиков этих, да хера. Может, тут какое-то пляжное кладбище. Что ты делаешь на суше? Кстати, хороший вопрос. Что мы делаем, Патрик сейчас такой? Что мы делаем на суше? Я могу подолгу обходиться без воды. А он просто прыгун, блин. Прыгун, скакун, болтун. Договорились. Вот видишь, вот видишь, мне пора. Счастливо. Подойти к океану. Смотри, то есть мы можем сейчас... О! Посмотреть на знак. А может кто-то начертил на песке крестик вон той палочкой? То есть я должен палочкой взять и откопать? Это деревянная палочка. Она крепкая. Окей, все, я это понял. Сейчас. Раз. Ничего не выйдет. А, нужна же лопата, верно? Вот, пожалуйста. Сработало, да. Теперь, оп, давай. Давай, Патрик. Помогай, может быть. Че, Спанчбоб все время все делает сам. Этот здоровый хрен, посмотри, насколько в нем силы. Он мог бы откопать зубами этот свисток. Свисток. Ага, Патрик, это призыв Хасельхоффа. И может быть. Вот так вот. Точно тебе говорю. Дуй, дуй. Успокойся, Патрик, сейчас. Эээ, дуй, дуй. Дую, дую. А, я понял. То есть когда мы дуем свисток, перед нами появляется книга. Прикольно. Мы Хасельхоффа тоже увидим, только на картинках, да? Боже мой. Кто это такой? А где золотистая? Я вижу красные боксерские трусы. А, ну понятно. Хасельхоффа нам не покажет. Краббургеры. А что такое краббургеры? Я знаю, крабсбургеры. ВП? ВП? Что такое ВП? Типа ВВП ему повысить? В его заведении или что? Что за ВП? Почему написано ВП? Планк... Планктополис. Господи, боже мой. Планктополис. Смотри-ка, оказывается. Я вот не знаю, было ли такое в какой-нибудь серии из Панчбоба. Чтобы у Планктона был его Планктополис. Теперь осталось только вернуть Нептуну корону. Пошли. Опять. Опять он останется. Жирный кусок бесполезного говня. И что ты ему расскажешь? Как ты трусы стираешь по вечерам? Как ты голову свою безмозглую чешешь, блин, постоянно. Когда я бегаю по всяким делам, а ты везде остаешься. Давай идти в Красти Крабс 2, пойти в Красти Крабс... А где находится, собственно, король-то, Нептун? Он что, в Красти Крабс находится? Здорово. Поговорить с музыкантом. Да, я хочу поговорить с музыкантом. Привет, музыкант. Привет, чувачок. А что у тебя вообще ничего не шевелится? То есть ты чревовещатель? Ты знаешь песню? Поднимай свой плавник. Ты знаешь песню? Поднимай свой плавник и говорю буль-буль. Пошловато звучит. Нет, никогда не слышал ничего подобного. Ладно, продолжай щипать струны. Ну окей. Ой, что это это? Ну окей, точнее. Давай, наверное, пройдем все-таки вовнутрь. Будем надеяться, что там... Что это такое? Поговорить с Нептуном. Поговорить с... А, ну да, он здесь. Это хорошо. Сними, пожалуйста, эту хрень с башки. А где ты корону-то держишь, чувак? А, ну понятно. Он всех зазомбировал, этот маленький хрен. Маленький Адоль Гитлер зазомбировал всех, кого только мог. Поговорить с Нептуном. То есть... О, вот он здесь, блин. Я его даже не заметил. Привет. О боже. Я превратил их в собственную... В ведроголовую армию. Теперь они... А чем это пахнет? Ум. Кажется, я впитал пот. Ум? В общем, ты проиграл. Чего? Какой ум? У тебя ум, у тебя нет ума, чувак. Ты играл нечестно? А. Не потому, что я играл нечестно. А потому, что я злой гений. А ты просто ребенок. Глупый ребенок. Чего ты взял, что он ребенок? Хотя, да, скорее всего, спанчбоб по его поведению ребенок. Это просто ребенок? Но я это так не оставлю. Ты только послушай. Этот ребенок тебя может на тряпки порвать. Растоптать просто. Вот так вот. Я этого так не оставлю. Одним тапком своим. Это тебе что? Игрушки в детском саду? Ты никогда не победишь. Плантон и крыша поехала, по-моему, окончательно. С желанием поработить мир. Я сейчас не сдаюсь. Хорошо. Мне нравится смотреть, как ты неудачу за неудачу. Ты вон в каждой серии терпишь неудачу за неудачу, мудак. Может быть, мы ему корону водрузим? Ничего не выйдет, да? А если ему отдать? Это неправильно, да? Я так и думал, сейчас конец игры так раз. Он заморожен. Мне туда сейчас не нужно. Ну все, значит, я тут все, наверное... А, подожди, может быть, есть еще какая-то строчка диалога? Я еще не сдаюсь. Хорошо. Нет, нету никакой строчки диалога. Окей. Мы, значит, должны в таком случае бежать куда-то... В Красти Крабс 2, наверное, я бы сходил. Поговорить со Сквидвардом. Сквидвард? Неужели и ты тоже? Слава Планктону! Понятно. Ну, тут, я думаю, тоже не следует ничего пробовать. То же самое все будет. Единственное, вот только музыкант. Музыканту все похрен. Музыканту похрен вообще. На Планктону он сидит. Айрон Мейден, мазафака. Я не думаю, что Окунь Акунович сейчас... Слышь, Патрик? Он не готов брать интервью. Помогай мне, Патрик. Патрик! Планктон захватил все бикини-ботом. Он заставил всех... Кроме музыканта. Почему-то. Я не знаю. Наверное, ему на голову не налазит. У него там такая башка интересная. Слышь, сейчас ты будешь Окунь Акунович. Я тебя сейчас в дерьмо окуну просто, блин. По самому макушку, ты задолбал. Ну, надо же. Ой, какой дурак. По-моему, вот Патрик, он еще тупее, чем все жители сейчас вместе взятые. Давай, наверное, на всякий случай сохранимся куда-нибудь. Вот, да, пусть так вот будет. Окей, потому что мало ли вдруг эта игра вылетит, например. У меня и здесь полно дел. Каких дел? То есть... А, мне сейчас надо что-то предпринимать. Я думаю, что Окунь Акунович сейчас готов брать интервью. Сюда я могу куда-то? Зачем мне туда идти? Туда тоже не надо. У меня и здесь полно дел. Хе, у меня здесь полно дел, понятно. Посмотреть на подиум. На этой сцене Сквидварда сделали управляющим. А что ты довольный? А, все. Понял, понял. Ты снова расстроился и превратился в небольшой такой сэндвич. Слышь, чувак, ну мне, походу, ты мне должен помочь, наверное. Не думаешь? Давай еще раз с ним поговорим. Он единственный вменяемый тут человек. Здравствуй, министрель. Музыка тебя притягивает как магнит? Ему реально, ему просто на голову не налезла эта хрень. Привет. То, что натворил Планктон, просто ужасно, правда? А? Что? Прости, парень, я увлекся музыкой. А ты не заметил, что никто не кидает ничего давно уже? Ни мелочи там? Скоро носить на голове ведра шлемы. А в них встроена какая-то антенна, и теперь он контролирует их мысли. Погоди-ка минутку. Ты хочешь сказать, что субкрипто-альфа-волновые усилители встроены в краниальную мастер? По-моему, этот чувак нам поможет. Надо с ним гулять, не с Патриком. Серьезно? Нам надо воспользоваться мощью настоящего рока. Аааа. Во как. То есть сейчас мы твою гитарку подключим, да? Ну, нам нужен усилитель. Вот он как бы. Это у тебя развитие усилитель? Это услабитель, да? Эта штуковина недостаточно мощная. На сцену пошли. Дурак. У мистера Крабса есть одна такая штуковина на складе. Я думал, на сцене усилители какие-то крутые есть. Музыку, действующую на подсознание клиентов, чтобы те больше покупали. В этом есть какая-то ирония. Нам понадобится еще кое-что. Я иронии пока не уловил. Перепрессованный суп это частотный эмиттер. А, о боже. Нет. Нам нужно настроить его на частоту, которую Планктон использует в своих ведрах для контроля над мозгом. Он похож на лампочку. А может лампочку просто, нет? Мне что это найти? Ну, у Планктона должна быть такая штука. Иначе он не смог бы настроиться на нужную частоту. Хорошо. Хорошо. Ну, давай вначале на склад-то пойдем. Наверное. Согласен. Если Кит Иствуд это эквивалент Клинта Иствуда, мне очень интересно, кто тут... Чего эквивалент или кого эквивалент Окунь-Окунович? Мне прям очень интересно. Так, где мне достать этот суп? Это... Чистовысотный эмиттер. Он где-то недалеко. Он похож на лампочку. Он должен быть рядом с оборудованием, которое Планктон использует... Ну, в принципе, все я выяснил. Давай, пойдем. Продолжай щипать струны. Да, щипать. Ладно, приятель. Еще увидимся. Щипай струны, щипай поклонниц, щипай все, что можно. Пошли в ведро с приманкой. Этот баран как-то с нами опять не пойдет. Ешь, крабы. Какие крабы? Ни хрена себе. Вот это уже каннибализм просто чистой воды. Так, снова заскриню. Сейчас опять выйдет эта хрень. Вот это я заскриню. Это очень красивенько выглядит. Так, отмена. Пошли сюда. Сюда, сюда. Да-да-да-да-да. Прям я... Не знаю, аппетит уж поднялся сейчас. Работает. Если бы я там жил, я бы уже что-то заказал. Хотя у меня бы, наверное, не было денег под водным вещам. Что у меня их нет здесь, и там их бы тоже не было. О, познакомились. Я тут не один. Какой симпатяга, да. Главное так мило улыбается. У-е-е-е. Т-д-к-т-д-к. Кажется, у него недобрые намерения. Он потанцевать хочет. Давай по пляж. А-а-а. И по дороге надо собрать все крабовые гамбургеры. Пока Планктон не вычисленится. Какая-то прикольная мини-игра пошла. Ну, давай попробуем. Да, я догадался. Он чем-то явно недоволен. Это я понял. Давай, побежали. Раз. Сейчас. Сейчас он вот так бежит. А мы вот так под... Ой, да это, боже мой. Это же элементарщина какая-то. Сейчас это все соберем очень быстро мы. Мы очень быстро соберем. Давай. Давай. Так, это было легко. В принципе. Слушай, Спанчбоб, ты там не обожрался? Или ты их прячешь куда-то себе в трусы? Я просто понять не могу. Так, теперь нам надо как-то его... Ой-ой-ой-ой-ой. Теперь надо как-то его выманить. Э-э-э. Выманить его. Так, заткнись. У меня тут какой-то таймер сработал на телефоне. Это плохо. Э-э-э. Вот, 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 вот. Ну все, проходим или что? А что делать? А, еще один гамбургер. Там шарик, блин. Я под шариком не видел гамбургера, блин. Вот-вот-вот он там крутится. Все, давай сейчас его подберем. И проходим. Оп. Все, он остановился. Сдался. Пора забрать то, зачем я сюда пришел. Э-э. Ух ты. Я уже был здесь. Почему на одном из экранов написано Здравствуй, мир? Ну, я не знаю, вообще, учитывая интересы Планктона, там должно было быть написано Здравствуй, война. Посмотреть на... А, это то же самое. Ладно, давай, наверное, идти тогда просто, просто туда. Смотреть на радиоактивные отходы. Взять. Это можно просто так вот сейчас взять. Так он... Класс, класс просто. Тут все волшебники, все маги и волшебники. Идти в столовую. Я могу сейчас просто пройти или как? Мне надо добраться до двери и по дороге собрать... Зачем мне по дороге собирать крабовые гамбургеры? Зачем мне собирать эти сраные крабовые гамбургеры? Ну, ладно, давай соберем, чтобы он угомонился. Давай. Э-э-э-э. Тихо. Вот, теперь тут еще возьмем. Тут возьмем. Сколько осталось? Четыре штуки. Я ничего на этот раз вроде не упустил. Только сейчас вот надо очень... Побыстрей, побыстрей. Теперь здесь. Так. Какой дорогой он пойдет? А, он... Вот хитрожопый мудак. Он обходит. Ты смотри. Давай на... Да как же быть-то? Хорошо. Вот это уже посложнее стало. Теперь надо его как-то обмануть. А теперь только главное, чтобы он меня не... О, успел. Успел. Все-таки я справился с детской игрой. Какой я молодец. Да, побежали. Пойти в Красти Крабс 2. Блин, красиво у него. Слушайте, у него прям прикольное такое... Теперь заведень. А, ты решил попробовать? Эй, я хотел поговорить с беднягой-музыкантом. Давай спросим у него, чё... Чё да как с ним теперь? Но я знаю, что он ответит, по идее. Я принёс, принёс! Слава Планктону! О, нет. Иди туда же! А ты чё, сам не видишь, что ли, сразу? Слава Планктону! Какой он настойчивый. Кажется, мне придётся действовать в одиночестве. А они будут что-нибудь делать для того, чтобы ему... Слава Планктону! Да-да, я понял. Они будут что-то делать все эти люди или только будут скандировать Слава Планктону просто? Не могу. Не могу? Ладно, значит, мне нужно на склад к мистеру Крабсу. Просто от того, что они галдят Слава Планктону, я не вижу практического применения. Это не даёт Планктону... Здесь всё нормально! Да, обалденно. Пошли, Вайдит. Именно так всё и должно быть. У короля корона из жестяного ведра. Обалдеть. Зачем я доставал ему эту сраную корону, если у него на голове уже есть такая? Вилки. Посмотреть на вилки. Вилок много не бывает. А чё я тут должен взять? На мусор, на вилки. О, взять громкоговоритель. Точно. То есть это всего лишь громкоговоритель? Они его так назвали, прям жесть. Тебе вообще спанчбоб нужен? Тихо, говоритель. Ты говоришь, и говоришь, и говоришь. И мне, кстати, тоже. Мы с тобой похожи в этом плане. Я тоже постоянно. Без остановки триндю. Идём, наверное, попытаемся подсоединить громкоговоритель к этой лампочке. А потом всё это к усилителю. Страшно даже представить, что могло бы получиться. А, не сработало, а я уже понадеялся. Хорошо, давай так попробуем. Не могу. Подожди, а чё тогда мы должны? Так не получится. Так не получится, да, окей? Не могу. Так тоже не получится. Давай сейчас у Планктона что-то спросим. Может быть, Планктон нам сейчас что-нибудь расскажет весёлое. А ну. Ты чё сделал с музыкантом? Я ещё не сдаюсь. Хорошо. Мне нравится смотреть, как ты терпишь неудачи. Ладно, он ещё не сдаётся. Окей, вот на этом я тогда остановлюсь, а дальше уже буду думать, что делать. Если понравилось это видео, подписывайтесь на канал, комментируйте это видео, ставьте ему лайк. Также заглядывайте в описание к ролику, где найдёте плейлист на Спанч Боба и многие другие игры. И всем счастливо, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok